Видео подготовлено для канала Уроки ТВ Алгебра 8 класс. Автор Макарович, задание 143. Из формулы выразите... Давайте запишем саму формулу. 1 на А плюс 1 на Б равно 1 на С. Вот, используя эту формулу, в пункте А нам нужно выразить переменную С через А и Б. Ну, что значит выразить? Значит, мы должны так преобразовать это равенство, чтобы в левой части осталось только С, а в правой части все остальное. При этом преобразования, конечно, должны выполнять равносильные. То есть такие преобразования, которые не меняют этого равенства. Ну, вот первое преобразование. Мы можем поменять левую и правую часть равенства. От этого же оно не изменится. То есть записать, что 1 на С равно 1 делить на А плюс 1 делить на Б. Так, дальше. Теперь мы правую часть преобразуем. Выполним сложение. Как мы должны выполнять сложение? В левую часть мы записали без изменения, а в правой части выполняем сложение. Приводим к общему знаменателю. Каким будет общий знаменатель? Общий знаменатель будет произведение А на Б. Произведение А на Б. Теперь дополнительные множители. Чтобы был знаменатель А, Б, то нужно всю дробь домножить на Б. Чтобы был знаменатель А, Б, нужно эту дробь домножить на А. Всю дробь. Так. Тогда получается у нас числители Б плюс А. Вот мы выполнили сложение. А теперь давайте рассмотрим вот эту, так сказать, дробь. Что она обозначает? Вот эту дробь. Единица на С. Что это обозначает? Обозначает следующее, что если мы разделим единицу на С, то получим всё вот это. То есть единица у нас делимая, С – это делитель, а вот это частное. Как нужно найти неизвестный делитель? Чтобы найти неизвестный делитель, нужно делимое разделить на частное. Тогда мы можем записать, что С будет равно делимое разделить на частное Б плюс А на А, Б. Значит, мы имеем деление дробей. Как нужно разделить дробь? Это будет равно единице умножить на обратную дробь. То есть дробь, у которой А, Б в числителе, А, Б плюс А в знаменателе. Ну, если мы единицу умножаем на какое-то число, то получается это число. То есть результат А, Б делить на Б плюс А. Ну и давайте отдельно запишем ответ. С равно А, Б делить на Б плюс А. Вот мы и выразили С через А и Б. То, что и нужно было сделать. Теперь пункт Б. Теперь нам нужно выразить переменную Б через А и С. Переменную Б через А и С. Тогда мы изменим вот это равенство. Как мы его изменим? Мы из левой и правой части одновременно вычтем одно и то же выражение. А именно, единица делить на А. Тогда в левой части у нас останется единица на Б, а в правой части останется единица на С минус единица на А. Ну, или другими словами, мы единицу на А перенесли вправо. Естественно, это получилось с минусом. Теперь мы приведем к общему знаменателю. Значит, левая часть у нас остается без изменений. Единица на Б. В правой части мы приводим к общему знаменателю. Естественно, это знаменатель СА, ну или АС. И расставляем дополнительный множитель. Здесь у нас множитель. На что нужно домножить С, чтобы получилось СА? На А. На что нужно домножить А, чтобы получилось СА? На С. Тогда у нас получается в числителе А минус С. И здесь та же самая логика. Единица – это у нас делимое. В – это делитель. А вот это все частное. Чтобы найти делитель, нам нужно делимое единицу разделить на частное. Единица минус С на АС напишу уже. Просто поменяю местами множители. Понятно, что это будет равно единице умножить на АС делить на А минус С. Перевернула дробь. А это будет равно просто АС делить на А минус С. Ну и окончательный вариант запишем еще раз. В будет равно АС делить на А минус С. На этом все. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Записывайте свои пожелания, предложения в комментариях. И смотрите следующие видео на нашем канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...